всем привет уважаемые с вами любопытный геймер я вас приветствую в рубрике слово авторов которые мы будем разговаривать с разработчиками настоящими разработчиками игр и в этот раз у нас видео мост с питерской студии инк стейнс games разработчиками игры 12 лучше чем 6 поприветствуйте зрителей представьтесь пожалуйста всем привет итак ну не знаю те кто интересуется инди сектором у нас знает что вышла такая игрушка как 12 better than six и я вот лично знаю что это не первый ваш проект ну в смысле как не первый проект тот который осуществился первый а вот как проект это не первый не первая задумка так скажем но расскажите с чего все вообще начиналось кто начнет ну давайте я значит какой конкретно этот проект мы помню здесь с денисом как-то собрались и он тогда рисовал собственно мексиканцев ковбоев вот тетради денис денис это из вас кто денис это вот по центру да ну в очках и а я собственно немножко умел в геймейкере кое-что там кодить чтобы она там хотя бы перемещалась ходила и крутилась то есть по большому счету началось все с арта да да по больше по по большому счету все на все началось с арта и даже скорее с баллов стату а потому что это просто были отсканированные тетрадные зарисовки вот и когда мы собрали прототипы в голову мы попали поняли что собственно почему бы и нет вот так и насчет название интересное название я читал статью в которую вы публиковали не помню кстати где она публиковалась но о истории создания вообще проекта и там было написано что название связано с поговоркой у нас она особо неизвестна там лучше 12 присяжных чем шестеро которые несут твой гроб вот на самом деле вот лично с моей точки зрения название скорее с другим ассоциируется у меня по крайней мере то есть с количеством патронов в барабане пистолета то есть 12 лучше чем шесть то есть револьверы в двух руках лучше чем всего лишь в одной у вас такие мысли были когда вы название придумали собственно название мы придумывали таким образом мы собрали много много вариантов от каждого из нас и начали вычеркивать те которые не нравятся и общим голосованием вышло что это название лучше всего нам подходит уже затем когда мы как-то обосновывали это название мы его обосновали еще и довольно известной американской фразы так что можно изначально сказать что она придумывалась само название придумалось потому что она красиво и звучно и уже потом оказалось что к нему хорошо подходит это название и револьверы и тогда мне вот кстати еще такая мысль пришла в голову что ну при удачных стечениях обстоятельств если будет разрабатываться сиквел будет странно звучать 12 лучше чем 6 2 до название для сиквела это конечно то еще головная боль которая нам предстоит пока что у нас вариантов нету хотя мне представляется что нибудь типа 12 все еще лучше чем 6 английском это будет 12 из или стил бы стрелка или как-то так ну да она интересно но с другой стороны с точки зрения маркетинга она не бросается в глаза то есть его легко перепутать с тем же самым названием ну да тут до до второй части конечно еще далеко поэтому это это понятно но вот вас всего трое или вас аж целых трое вот вам в течение вообще срока разработки не хватало рабочих рук не хватало и сильно но с другой стороны чем больше людей тем сложнее их организовать то есть если людей по было бы еще больше возрастала бы нагрузка на менеджмент по-па-па-па-па понадобились бы какие-нибудь сверху менеджеры а это еще больше людей ну и каких-то космических наш масштабов и не принято не по не получить линейного пророста эффективности но это понятно но вот в текущих условиях когда ну не знаю вообще лично с моей точки зрения проект выстрелил вот с вашей как да да вполне и вот в этих условиях вы наверняка работу дальше собираетесь продолжать это очевидно по моему да вы собираетесь расширяться да думаем об этом это позитивный момент а вот ну со мной довольно часто общаются ребята которые занимаются разработкой на любительском уровне ну то есть вообще в принципе там не на перспективу там на рынок а просто так для себя вот побаловаться как вы говорили с баловства начинается вот на этот рынок вообще там даже в условный инди сектор вообще сложно было вырваться там душевных каких-то сил много ли было затрачено на это мне кажется но вот лилич лично мне может быть у моих как электро другое мнение что больше даже не душевных сил а вот как-то здоровье потребовалось потому что это бессонные ночи это ненормированный рабочий день это понимание того что если сейчас мы этого не сделаем то никогда особенно когда у нас идут всякие краудфандинги и текает счетчик до собственно нашего провала вот и поэтому да если вы не готовы не спать ночами если вы любите размеренную жизнь если вы хотите знать что будет завтра то наверное вам не надо если любите стабильный достаток у инди разработчиков с этом с этим часто проблема да ну отличный на самом деле взгляд изнутри потому что ну про это часто там говорят в больших студиях то есть когда всякие именитые разработчики говорят о том что вот а мы там ночей не спали нас заставляли работать и многие почему-то это связывают с тем что их заставляет работать издатель там подгоняет всяческие сроки ужимая там ужимают бюджет вот и думают что в инди секторе все по-другому я думаю это скорее наоборот чем так то есть проблем то еще больше но у вас-то издатель есть да и тяжело ли с ним работать в этом плане то есть вы ведь начинали без издателя да и потом он появился сложно ли какие-то дополнительные сложности появились вот в общении вообще с компанией издателем нет наоборот нам наверное повезло с издателем то есть никаких сроков требований или своих видений разработки нам нам не станет ставились просто как как ребята еще и это эти нужно так и делайте то есть в этом отношении повезло и можно сказать что вы в какой-то степени остались независимы то есть остались в инди секторе именно независимы можно сказать в очень большой степени потому что в принципе по игре нам не было ни одного ни уточнения ни замечания были предложения которые мы естественно рассматривали как и предложение от кого угодно вот но именно такого что давайте мы переделаем ваших главных персонажей на кого-нибудь более политкорректного или давайте может быть меньше руга не будет такого не было и собственно ради такого издателя и стоит связываться с издателями которые тебе ничего не диктует строго да это большое везение конечно так ну собственно по самому проекту все ли было реализовано в нем вот как задумывалось изначально или от чего-то пришлось отказаться или что-то прям пришло в процессе так вау этого не было почему об этом не думали раньше это та самая игра которая задумывалась изначально наверно нет наверно многих вещей пришлось отказаться в силу ограничений по времени ограничений по ресурсам и полу по нашему умением конечно тоже то есть изначально наверно были у нас и идеи масштабного чего-то даже больше типа рпг с от ну не с открытым миром но более-менее нелинейного рпг с покупками торговли и городами а пришлось ну да что-то похожее на маунтэн боблэйт но может быть реализуем это во второй часть то есть это должна быть была быть та же игра то есть про этого мексиканца шутер топ-даун шутер но с более широкими возможностями в плане этом путешествия нелинейного прохождения да я правильно понимаю да понятно но сейчас продолжается все еще поддержка проекта вы делаете поддержку контроллера да и на каком этапе это сейчас более менее на завершающимся это тестирование сейчас нам надо набрать игроков и понять насколько хорошо ощущается то что мы придумали я вот кстати в топ-даун шутеры не могу играть с контроллера не чувствую совершенно персонажа ну а вообще как отзывы у команды тестеров пока команда тестеров у нас формируется но только недавно в группе это объявление сделали собираем людей вот но хочу отметить что это тоже например не большой фанат джойстиков но оказалось что очень многие люди в стиме как в основном иностранные кстати очень любят играть на джойстиках мы не ожидали такого поэтому мы сразу и не вводили поддержку джойстика думали там как-нибудь потом не вот но оказалось что это очень важная очень нужная вещь поэтому мы и вводим но вообще логично да зарубежные игроки они как-то больше тяготеют консольному геймингу и мне что-то подумалось прямо вот сейчас что я не знаю может быть это вы подбиваете так линия к портированию на консоли потому что в первую очередь это именно консольщикам нужно возможность управления с геймпада понятно но плавно к этому как вас ведем всеми на он как это по моему еще из разряда более хороших новостей так понятно но сейчас пока не планируете то есть планируете пока продолжать поддержку работать с 12 лучше чем 6 и или какие-то планы уже строите на следующий проект вряд ли получится параллельно заниматься и тем и другим да вот исходя из этого все наши задумки у нас достаточно много они все находятся именно в зачаточном состоянии потому что лучше доводить до ума существующую игру абсолютно чем чем разбредаться на несколько проектов сразу и терять например лояльность игроков от этой игры потому что сейчас она для нас это самый главный источник людей и информации о нас чтобы дальнейшем у других игр была хотя бы такая же популярность очень правильный подход то что некоторые товарищи даже на краудфандинговых платформах не могут даже выйти на финал разработки не то что там продолжать поддерживать в течение дальнейшего времени но если говорить не о проекте вообще о вашем отношении вы ведь были на участвовали в выставке до в вы заняли со своим проектом первое место в какой в какой-то премии да мы выиграли да на next castle party в санкт-петербурге первое место по инди так и ну вы общались на там с другими инди разработчиками вообще какое ваше отношение к инди сектору отечественному он на удивление очень быстро разрастается буквально два года назад когда мы только-только в него вошли мы естественно начали прощупывать так сказать территорию и буквально за несколько месяцев можно сказать мы знали практически все российские инди разработки сейчас же они нарастают настолько быстро что мы уже втроем за ними не услежи не можем уследить если раньше я так для себя немного хвастался что типа я этих знаю этих знаю этих знаю то сейчас я практически каждый день могу посмотреть сказать я их не знаю они еще из россии то есть растет он семимильными шагами и это очень хорошо ну да я видел у вас в группе кстати ссылка на группу будет в описании видео вы делаете кросс репосты с других инди проектов отечественных дескать там помогать ребятам это тоже хорошо вообще что-то вот конкретное можете назвать что вот это вот прям такой прям флагман современного инди гейминга вот прям вот за этим проектом мы прямо пристально очень наблюдаем самый самый лучший там два самых лучших три самых лучших или все примерно на одном уровне я сейчас боюсь на самом деле кого-нибудь обидеть просто банально не упомяну их слишком много до достаточно много и их очень сложно сравнивать потому что кто-то делает игру ну мы остановились на отношении к отечественному инди сектору и вообще на выделение каких-то интересных конкретно интересных вещей которые можно было бы порекомендовать для того чтобы следить за этим и вашего отношения вообще то есть что интереснее всего из отечественных разработок ну вот тут опять же очень боюсь кого-нибудь обидеть потому что очень много проектов по-разному относятся к своим проектам кто-то их очень активно ведет коммерческое направление кто-то работает над ним чисто как на от над артом и упомянуть одного и не упомянуть другого было бы обидно ну согласен в принципе а вообще есть какие-нибудь ориентиры то есть в плане каких-то разработчиков современных на которых вы бы равнялись современных разработчиков да вообще любых абсолютно наверно каких-то вот таких важных ориентиров нету потому что за ними надо следить как они работают просто по выпущенным играм очень сложно понимать как они но это разумеется сработки наверное я бы сказал что разработчики панч клаба для меня являются таким большим показателем потому что они очень резко рванули вверх по продажам было очень неожиданно было очень ну я посмотреть как они панч клаб она и игра такая тоже но вот да только поначалу к ней все относились как игре как игре инди как инди а тут она выступила причем очень сильно и это было приятно приятно за ребят было очень но это вообще в принципе характерно для инди сектора ведь игры такие ну не то чтобы сильно презентабельные вокруг них не них нет рупоров с рекламой они не идут там по проспекту там играйте в нас а потом вдруг оказывается что у нас под носом лежит шедевр и там никто его не замечал а потом начинается не разберих и скорее бегите играйте в них ну да а вообще какое отношение у вас к играм вообще в принципе это что что для вас то есть вы их разрабатываете ради того чтобы разрабатывать или вы сами матерые геймеры и это средство выражение как бы они как художнику интересно как антон это все оживляет не приятно смотреть за процессом ниши писать интересно сейчас книжки не особо в моде в играх сюжет интересно просто денис очень очень правильно подметил я достаточно с молодо увлекался написанием прозы и пару там лет пятилетий назад столкнулся с тем что очень-очень с большой вероятностью протолкнуть куда-то свою прозу практически нереально то есть для этого нужно обладать либо очень хорошим талантом либо имеет связи с издателем причем хорошие связи и там это упирается в то что надо писать ну так сказать популярные вещи проходную фантастику да не то что хочется если ты написал что-то такое свое авторское то показать это много даже показать это многому количеству людей очень и очень сложно поэтому для меня это просто настоящее счастье что я могу создать историю ее нарисуют ее оживят все это будет живое персонажи будут иметь лица они будут разговаривать друг другом практически как живые и это увидят десятки тысяч человек творческая отдушина да понятно вообще какие игры у вас ну какие игры вы можете назвать в числе самых любимых без видеосвязи но слышно и это прекрасно вот если очереди то наверное я начну для меня самые 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 эталонные игры это естественно серия фоллаутов первая часть 1 2 наверное это из стратегии третьи герои и что-нибудь такое современного современного наверное какой-нибудь мэдмакс мэдмакс меня очень впечатлил недавно в плане атмосферы в плане атмосферы что у тебя денис меня ну вот из нового мне больше всех сейчас мэдмакс нравится из старенького сложно что-то выбрать одна фоллаут я как-то особо не застал не поиграл не только тотал вором очень увлекался но какое то время да то вором увлекался то есть стратегиями мафия первым не нравилось сложно выбрать что-то но это понятно в общем у меня ведь видео связь не получилось а по по играм но из старого да соглашусь фоллауты какие-нибудь серии 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 на диабло впечатлила меня в свое время из нового также до мэдмакс может быть ори может быть брендинг подойденков а язык если она более-менее можно отнести его к новому кстати но серия героев понятное дело на 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 всем она нравится к серия корсаров с вами впечатлила как-то так понятно у вас какое-то прям единодушие относительно именно мэдмакса но вот последнее время мы за три половины проектами пристально следили и вот последнее что выходит она встречает сильную критику среди игроков среди пресса нет а вот среди игроков да и и мы меж собой как-то недавно собрались начали пересматривать и сошлись что за последний год-два не саду наверное год-два да только мэдмакс нас всех троих именно троих впечатлил одновременно ну несмотря на то что как раз он то отхватил и от критики ну смысле от критиков и от игроков не слабо так ну да это естественно наш такой личный но это по моему правильное отношение так то еще ускользнуло от моего пристального взора а вот такой вот момент еще очень часто когда люди делают свое хобби своей работой это начинает то есть это отбивает у них вкус к этому самому хобби ну то есть был разговор относительно того что это не то что там душевных сил а здоровье тратит бессонные ночи все такое как это сказывается вообще на любви к играх вот к играм ведь ну при таком жестком графике даже времени не остается чтобы вообще во что-то поиграть ты просто делаешь и делаешь и делаешь и делаешь но график у нас не всегда жесткий он в основном начинает становится жестким ближе какой-то релизной дате поэтому достаточно часто у нас бывает свободное времечко и к играм к играм лично я просто перестал относиться как просто к арту я снова относиться уже и как к работе то есть ты перестаешь просто получать удовольствие ты начинаешь расчленять все что видишь на составляющие смотреть что хорошо что плохо дает совершенно другое видение игр видишь где халтурит видишь где какие-то упрощения делают понимаешь зачем это сделано но отлично мне это никаких проблем пока что не дает может быть через десять этой работы я уже играть не смогу и для меня главным развлечением будет что-нибудь подальше от компьютера но конкретно сейчас только больше удовольствия от игр получаешь но в принципе как с музыкой я в музыкальной среде какое-то время вращался и играли но это не мешало слушать музыку в принципе на на это сравнимо а у остальных не пропал вкус компьютерной жизни нет я наверно да примерно близко думаю к тому что думает миша но я все больше замечаю что многие игры не являются тем что хочет развлечь игрока а являются чем-то вроде колеса в котором игрок должен бегать и отдавать свое 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 время или или свои деньги это вот мне кажется немножко неправильно так так делать то есть я вот делю вот как как-то вот я начал замечать что играли ну разумеется и не они 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 не однородны не только по жанру там сеттингу и подобным вещам а вот именно под на по отношению к игроку то есть если вот большинство того и и не и не играх опять же не все стремятся доставить игроку вот просто заставить или предложить ему пережить какой-то игровой опыт который даже в каком-то смысле возможно даже в человеке что-то изменит то есть вот доля игр который просто хочет его поймать и забирать его временно без пи бессмысленное формление там 40 как оба кабанов каждый день ну то есть фарм бессмысленный беспощадный это однозначно нет да и правильным это 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 не то что дает человеку уникальный игровой опыт то есть и и и и и и и и если задавать вопрос а зачем игроку в это играть то ответа наверно найти сложно ну в принципе те кто играют в такие вещи которые можно условно обозначить как задроцки они находят удовольствие именно в процессе взять хотя бы тот же диабло в которой после прохождения самой игры можно играть только ради того чтобы выбить там новый шмот многие так играют и в принципе ведь никто не заставляет никто не заставляет наверно никто не за не за не за не заставляет это так кажется заставляет сама игра потому что игры игра то человеку понравилась а контента он всего еще не видел а он у него вроде как паркачка еще не завершена он может даже стать еще сильнее он может потом пригласить этих своих друзей показать им как он с одной тыки убил как у какого-нибудь босса которого раньше убивали там с головной болью и это вот принципе можно назвать принуждение ну в какой-то степени вообще любой маркетинг это принуждение вот ну и насчет оформления вернемся к вашей собственно игре ну человека который ответственен за оригинальный интересный арт я вижу а вот что можно сказать относительно музыки она ведь она ведь шикарно и вроде я в этой статье читал упоминание о том что на нее пришлось потратиться да кто автор у нас три автора музыки все трое соотечественники наши даже четверо четверо прошу прощения четверо у нас авторов вот со всеми мы свое время ознакомились общались заказывали треки они независимые друг от друга да то есть они не связаны друг с другом друга в основном их стало так много потому что мы за время на разработки находили все новых и новых людей понимали что почему бы и нет вот а первый например пум стартер который мы проходили мы проходили исключительно для того чтобы собрать средства на музыку было вот таким вот рискованным достаточно шагом и на всю разработку на музыку чисто но мы и и тогда и сейчас считаем что хорошая музыка это иногда почти половину успеха игры ну это вообще очевидно я с этим полностью согласен потому что ну взять хотя бы сравнение я не знаю наверное у вас это сравнение уже вот тут вот сидит это сравнение с hotline майами вот я его специально не форсил и не выставлял вперед списка вопросов но просто это такая очень аналогия которая в принципе касается именно музыки то есть ну лично почему я сидел там зависал ночами в hotline майами не только потому что там интересный игровой процесс а потому что музыка тебя берет вот так вот так вот так вот так вот так вот и трясет и и ты просто не можешь остановиться потому что она захватывает и накрывает с головой и вот что удивительно почему я еще сравнивать дополнительно не только потому что 12 против 6 лучше чем 6 это тоже топ-даун шутер как hotline майами и не потому что это кровавый топ-даун шутер потому что там музыка также вот она просто буквально со стартового экрана тебя берет и говорит иди иди чувак играй вот ты все еще сидишь а там уже музыка там уже мексиканцы друг друга палят из пистолетов вот именно вот поэтому мне еще в голову эта аналогия влезла и я просто ну не знаю не смог избавиться от желания об этом сказать но музыка действительно получилось то есть эти старания которые вы приложили к тому чтобы ее туда доставить они в принципе оправдались и ну ребята молодцы потому что я бы вот например не сказал что музыка принадлежит людям которые никак друг с другом не связаны то есть она как-то получилась таким единым ядром и очень хорошо друг с другом треки сочетаются вы кстати не предлагали ост в качестве дополнительного бонуса в стиме некоторые так делают разработчики у нас он отдельно в стиме подается единственное что мы его не объединяли чтобы можно было и игру и ост купить ну что-то типа премиум издания обычно делают да 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 но мы с этим еще не разобрались мы еще будем это как-то оформлять туда добавлять мне кажется она того стоит чтобы люди могли просто так вот полным паком купить но это конечно уже ваше решение ну я не знаю у меня в принципе вопросы к вам закончились надеюсь я вас не слишком утомил этой беседой вот очень приятно было с вами пообщаться я вообще считаю что надо как-то больше выводить отечественных разработчиков из-за кулис куда-то ближе потому что за рубежом это вообще нормально там кругом кругом беседы с разработчиками и там люди являются даже публичными персонами а у нас как-то все вот вы друг друга знаете в смысле вы разработчики других разработчиков российских знаете очень хорошо а зрители как-то от этого дистанцируются надо что-то с этим делать ну вот мы собственно с вами сегодня начали делать ну хорошо что есть что-то что хочется сказать да нет ага ну тогда мы с вами давайте попрощаемся спасибо вам за ваше время удачи в дальнейшем в дальнейших проектах мы я скажу за свою аудиторию мы их с нетерпением ждем все до свидания всего доброго всего доброго и